Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. 15 декабря пришли предложения со сроками, как какие объекты выполняются. В Малаховке состоялась встреча жителей с депутатом Госдумы. 19 ноября проведены тренировочные занятия по эвакуации людей на объектах с массовым пребыванием людей. Кто и как будет обеспечивать безопасность новогодние праздники, расскажем через несколько минут. Преимущество также заключается в том, что здесь двухпоточная помпа. В Люберецкой больнице появилось новое оборудование. Вот это подлинная лампа, это вот тот самый численник, который был за столом его, и рисунки. Праздник, посвященный дню рождения авиаконструктора Михаила Миле. А теперь подробнее об этих и других новостях. 19-й съезд Единой России прошел в Москве. Партийный форум был посвящен подготовке к избирательной кампании в Госдуму и оценке результатов прошедших выборов. Актуальные задачи, которые стоят перед партией и страной, озвучил президент России Владимир Путин. Главное в работе партии быть вместе с людьми. Досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы. Глава государства призвал партийцев активнее решать насущные проблемы, которые стоят перед страной, регионами, муниципалитетами. По всем важным вопросам партия должна иметь свою принципиальную позицию. То больничку покажут развалившись, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах, то это так. Вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения. В работе 19-го съезда приняли участие делегаты со всей страны. В Московскую область представили 27 единороссов. Грядущая избирательная кампания будет важной для подмосковных партийцев. Сразу после ее завершения начнется подготовка к выборам в Государственную и Московскую областную думы. Мы уже внедрили такой момент, такой элемент работы, когда мы, зная, с чем приходит к нам житель, мы приглашаем представителей исполнительной власти, представителей тех структур, от которых зависит решение вопроса человека. Это, естественно, убыстряет достижение цели. Партийные билеты «Единой России» губернаторам, общественным деятелям и бизнесменам вручил Дмитрий Медведев. Среди тех, кто вступил в ряды политической партии, депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев. Как раз в то время, когда появляются проблемы, надо определяться, надо, наоборот, вступать в ряды партий и делать все возможное для того, чтобы поправить ситуацию. Участники съезда ознакомились с новым форматом работы общественных приемных «Единой России», где граждане смогут узнать и о реализации проектов или вступить в партию. Также в рамках конференции утвердили кадровые изменения в центральных и руководящих органах. Лызия Егезырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Депутат Государственной думы Лидия Антонова встретилась с жителями Малаховки. Вопросы, которые прозвучали на личном приеме, коснулись содержания территорий торговых объектов и обустройства парковочных мест. Жительница пожаловалась на мусор, который постоянно скапливается у сетевого магазина на углу театрального проезда Южной улицы. Для решения этой проблемы организуют рабочую группу из 10 человек. В нее войдут сотрудники администрации и активные жители поселка. В течение двух недель они будут выезжать на различные торговые точки и фиксировать все нарушения. Вот к 15 декабря пришлите предложение со сроками, как какие объекты выполняются, по каким срокам. Если будет проблема с крупными сетевыми, что они на нас не реагируют, значит мы будем выходить на Минторговлю области. Споры вокруг благоустройства Малаховского озера не утихают. На этот раз участники инициативной группы обсудили его дальнейшую судьбу с депутатом Государственной Думы Лидией Антоновой. Жители поселка и представители общественных организаций в очередной раз выразили свою позицию. Какие решения приняты на встрече, расскажет наш корреспондент. Мы все Малаховское озеро знаем с детства и всю жизнь. Это одно из самых красивых мест. Поэтому, конечно, у каждого жителя может быть своя точка зрения. Своя точка зрения у жителей Малаховки есть, и они ее отстаивают уже на протяжении месяца. Главное, о чем беспокоятся люди – сохранение природы и исторического облика жемчужины Подмосковья. Нам нужно определиться, что произошло у нас на озере с 1 ноября. То есть вырубка деревьев или чистка леса. Что вырубали? Сухие, больные, аварийные, опасные, политический клен или здоровые? Недавно в Малаховском парке проходило выездное совещание. Представители администрации утверждают, на территории вокруг озера большое количество аварийных деревьев. От них придется избавиться. Даже если дерево живое и у них наклон 45 градусов, как сказал Игорь Владимирович, дерево считается аварийным и опасным. В ближайшее время все деревья вокруг Малаховского озера пройдут обследование. Вердикт о дальнейшей судьбе каждого будут выносить совместно с сотрудниками лесного хозяйства и жителями поселка. Луизия Гязарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Отсутствие тротуаров, благоустройство кореневского карьера и качество питьевой воды. Эти темы стали главными на очередной встрече Владимира Ружицкого с жителями. На этот раз она прошла в Краскове. Что еще волнует люберчан, узнавала Анна Троян. Мы открываем центр активного долголетия в помещении дома ветеранов. Там сейчас идут работы и планируем открыть к 1 марта следующего года. Хорошей новостью открыл встречу Владимир Ружицкий. Затем обсуждение перешло в русло животрепешущих тем. Красковчане и малаховцы часто жаловались на отсутствие тротуаров и автобусных остановок. Еще одна тема на злобу дня – экология. Как добиться этого долголетия, если по периметру у нас везде свалки и полигоны мусорные? Понимаете? На полигоне Торбева проводится система дегазации. Система планируется ввести в действие, я думаю, до конца года, что значительно снизит запахи. Кучно проводится дегазация полигона. Что касаемо несанкционированного сжигания в дневное и ночное время. Днем и ночью мы регулярно и делаем рейды с силовыми структурами, с привлечением Министерства экологии. За период с мая месяца демонтировано более 50 печей незаконно установленных. Немало вопросов к управляющим компаниям. Жильцы ЖК «Грин Сити» пожаловались на УК «Потенциал». Организация собирает деньги за коммунальные услуги в обход общих правил. Представители власти заверили, компанию освободят от работы, разбирательство уже идет. У нас там явная проблема, я хочу довести до вас, до всех, что УК «Потенциал» у нас еще в декабре, в ноябре месяце должны были выставлять квитанции через мост, где их сорвали. Эти квитанции выставляют самостоятельно. Денежные средства аккумулируют и не рассчитываются на преимущество. Сегодня уже непосредственно прокуратура занимается данным фактом. Не меньше жителей поселков волнует и качество воды. На это поступило много жалоб. Сегодня три водозаборных узла, которые подают воду на Красково-Коренево. Альтернативы нету, но сегодня проводится ряд мероприятий по всем водозаборным узлам. В частности, водозаборный узел, так называемый, самозный, идет пересыпка фильтров. И в ближайшие две недели ситуация там по железу улучшится. Вода, но уже большая, интересует многих красковчан. Жители обеспокоены, что благоустройство кореневского карьера так и не продолжится. Власти ответили, все впереди. Кореневский карьер в этом году мы начали, первое, мы прибрались. Второе, мы сделали там базу для развития гривных видов спорта. Сейчас документация, концепция и проект документация в завершающей фазе. Мы ее утвердим, пройдем госэкспертизу и будем благоустраивать дальше вместе с вами. Там будет центр для семейного досуга. Также на встрече коснулись тем здравоохранения и обеспечения безопасности в новых ЖК Красково. Все вопросы внесли в протокол для дальнейшего рассмотрения. Анна Троян, Алексей Андреев и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Отсутствие центрального водопровода в поселке Чкалово, нехватка тротуаров и благоустройство лесопарковых зон. Эти и другие темы обсудили уличные старосты Малаховки, Тамилина и Красково. На повестке дня стояли и другие вопросы. Так, общественников волнует недостаточное количество детских площадок в Малаховке. Уличкомы даже подобрали для установки игрового комплекса подходящий участок. Оценочное можно поставить при одном условии. Если кто-то из владельцев территории своей частной выделяет кусок земли, то ставьте детскую площадку. Мы поставим. Кроме того, на встречу поступило много предложений по организации пешеходных переходов и остановок вдоль Красковского шоссе. Не меньше уличкомов волнует вывоз мусора. Жителям частного сектора неудобно выбрасывать отходы по новым правилам. В свою очередь власти пообещали найти возможность установить дополнительные контейнерные площадки. В округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В порядок приводят 125 строений. Работы включают обновление фасадов, ремонт инженерных коммуникаций и замену лифтов. Работы по установке новой грузовой кабины завершаются в доме номер 90 по улице 3-е почтовое отделение. Их качество проверил глава округа Владимир Ружицкий. Мы посмотрели с жителями, с советом дома, с председателем советом дома пообщались. У них нет претензий, нет нареканий. Компания, которая делает работы по замене лифтов, я оцениваю, она квалифицированная. Все это контролируется. Поэтому все идет на уровне. К февралю 2020 года в многоквартирных домах округа появится 130 новых лифтов, 100 пассажирских и 30 грузовых. На сегодня заменено и запущено 16 подъемников. 60 кабин находятся в работе. Люберецкие выпускники готовятся к предстоящим экзаменам. Сдача ЕГЭ – ответственный период не только для школьников, но и для их родителей. Ответы на интересующие вопросы мамы и папы старшеклассников получили на общегородском родительском собрании. Встреча прошла в инженерной школе номер 6. Там присутствовали сотрудники управления образования и директора школ. Уже сегодня нашим старшеклассникам нужно мобилизовать все свои личностные ресурсы, чтобы получить наилучшие оценки. Государственная итоговая аттестация проводится у нас в двух формах. Это единый государственный экзамен и есть такая форма, как государственный выпускной экзамен. Государственный выпускной экзамен предусмотрен только для детей с особенностями развития, с ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов. Также Виктория Бунтина рассказала о сроках проведения экзамена в 2020 году. Основные дни сдачи ЕГЭ пройдут с 25 мая по 16 июня, а резервные с 19 июня по 3 июля. Заявления с перечнем экзаменов и формами их сдачи принимаются в школе до 1 февраля. Строительство пристройки к кадетской школе идет полным ходом. Работа проводится в рамках нацпроекта образования и госпрограммы образования Подмосковья. Строительную площадку посетил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. В новом корпусе кадетской школы будут учиться самые маленькие воспитанники. Пристройка для блока начальных классов рассчитана на 200 учеников. Она позволит сделать еще один шаг к ликвидации второй смены в школах городского округа. Мы в свое время сделали проект, провели все необходимые экспертные работы. Мы вошли в программу в Министерство образования Московской области, согласно которой процентов 90 – это за счет регионального, областного бюджета, остальное – местный бюджет. В трехэтажном здании будет 9 учебных кабинетов, спортивный зал, помещение для занятий музыкой и свой пищеблок, рассчитанный на 400 мест. Стоимость объекта более 320 миллионов рублей. На сегодняшний день заливается фундаментная плита, залита на три четверти. Все усилия прилагаются к тому, чтобы сделать школу досрочной. Основные строительные работы планируют завершить в феврале, а уже весной приступить к отделке здания. Перед строителями стоит задача – новый учебный год школьники должны встретить в новом здании. В городском округе появляются новые микрорайоны, а вместе с ними и новые школы. В жилом комплексе Люберецкий идет строительство общеобразовательного учреждения. В двухэтажном здании уже проводятся внутренние инженерные и отделочные работы. Их качество оценил глава Люберец Владимир Ружицкий. По своей мощности эта школа будет самой большой на территории городского округа Люберцы. В ней смогут обучаться полторы тысячи детей. Соответствующих размеров будет пищеблок. Просторная столовая вместит 720 человек. Не менее внушительным планируют сделать актовый зал. Помещение для школьных праздников и концертов рассчитано на 650 мест. А заниматься физкультурой воспитанники учреждения смогут как в спортивных залах, так и на большом стадионе. В целом я думаю, что школа должна быть одной из приоритетных, лучших с точки зрения строения. Фасад школы оформлен по новейшим технологиям. Для того, чтобы придать зданию современный вид, строители использовали клинкерную плитку. Эту школу мы начали строить в прошлом году. Планируем ее ввести в эксплуатацию в следующем году, в мае месяце. Она полностью будет готова для приема детишек в следующем году, 1 сентября. На этом строительство учебных заведений в микрорайоне Люберецки не завершится. В следующем году приступят к возведению пристройки к школе номер 11. Здание будет рассчитано на 650 мест. Луизия Игазырян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. 16-я гимназия на день стала эпицентром молодежного события. В учреждении состоялся седьмой слет «Точка роста». Самые активные и продвинутые школьники презентовали проекты, знакомились и обменивались опытом общественной деятельности. Люберцы, лидеры, интерес. Слёт актива детских общественных организаций «Точка роста». Это площадка для обмена опытом самых ярых любителей жить школьной жизнью по максимуму. Берёт от жизни всё Максим Бачурин из гимназии «Интерес». Вместе с единомышленниками он развивает детское телевидение и помогает в решении вопросов на заседаниях школьного парламента. Это, во-первых, сплочает нас, это помогает нам научиться разговаривать, научиться коммуницировать с ребятами, с педагогами точно так же. Так что мне это помогает лично для личного развития. Ну и приятно делать какое-то добро на школьное благо. Волонтёры – завсегдаты и крупных мероприятий, активисты молодёжного парламента. Эти ребята и составляют школьные активы. Самые продвинутые в своём деле на слёте делились единомышленниками идеями, презентовали успешные практики. Молодёжное движение «Соль» объединяет более 500 человек со всего Люберецкого округа. В таком тандеме свои способности развивают как ученики, так и молодые педагоги. Ведут интерактивные лекции бесплатные, занятия по ораторскому мастерству, психологические тренинги, которые помогают молодёжи развить свой творческий потенциал. Это, прежде всего, площадка. Площадка, на которой молодёжь может развить свои возможности, принимать участие в благотворительных акциях. И даже это ещё не всё. Молодёжные активы округа развивают бережное отношение к экологии, играют в интеллектуальные игры. Всего на слёте представили 20 проектов. Вот это уже седьмой слёт в городском округе Люберца. И видим, что интерес к этой работе растёт. У ребят рождаются интересные проекты. Они их реализуют, конечно, им помогают их педагоги. Потом такие, как мы называем, уже рождаются межшкольные проекты, межообщеобразовательные, организационные. Конечно, основная цель – это развивать наших ребят. Чтобы они были социально адаптированы. А для этого на слёте «Точка роста» прошли мастер-классы и тренинги от лидеров общественных организаций. Руководители детских объединений получили благодарственные письма. А новоиспечённым добровольцам выдали волонтёрские книжки. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Как создаются программы и выходят новости в прямой эфир? Ответы на эти вопросы получили ученики гимназии номер 56. Совсем юные школьники побывали в гостях у телеканала ЛРТ и узнали, что скрывается по ту сторону камеры. Просто обращаешься в этот момент к папочке, смотришь, что там у тебя, и дальше продолжаешь работать по папке, пока инженеры уже пытаются всё настроить. Надо же к тебе сюда в микрофон говорить. Так, говорите, пожалуйста, громче. Уникальный случай ведущей новостей и ведущая развлекательных программ. На одном хромакее. Мастер-класс от метров ЛРТ. Замен на любознательность. Школьники проявили большой интерес к телепроизводству. Узнали, как работает суфлёр, о сложностях работы. В прямом эфире и даже увидели самые потаённые кабинеты. Почему здесь такие штучки мягкие, что можно на них опереться, можно полежать? Как вы думаете, почему? Для чего? В студии звукозаписи ребята узнали, как работает шумоизоляция. А в редакции познакомились с корреспондентами. Дарья Борисова рассказала школьникам о своей профессии и раскрыла секреты. Написание интересных сюжетов. Многое зависит от того, как ты отработаешь на съёмке. Очень важно найти интересного героя, который будет главным персонажем в сюжете. Это какой-то интересный человек, который участвует в событии. Телевизионная жизнь и на шутку увлекла ученика четвёртого класса Олега Козлова. Начинающий блогер уже ведёт свой канал на Ютубе. Мальчик давно не боится камеры. Мечтает стать телеведущим. Видео, как надо рыбачить, какие блёсны надо подбирать. В Майнкрафте, какие постройки делать. Мне 9 лет. Я недавно это узнал. И сразу мне желание захотелось блогером стать. А как правильно снимать и каким оборудованием пользуется, поведал гостям оператор Александр Моисеев. Динамический микрофон, петля, световое оборудование. Всё это удалось увидеть в работе ребятам. Завершилась экскурсия в сердце телеканала. В стенах аппаратное вещание. Школьники увидели, как попадает телевизионный сигнал в дома к телезрителям. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Более 15 тысяч юных люберчан отдохнули в летних лагерях в этом году. Разнообразие детских досуг помогли почти 37 миллионов рублей из регионального и областного бюджетов. Итоги оздоровительной кампании 2019 года специалисты управления образования подвели в администрации. Почти половина выделенных средств ушла на организацию отдыха в лагерях дневного пребывания. Они работали на базе 38 учебных заведений округа. В отрядах смогли провести каникулы почти 3,5 тысячи детей. В первую очередь в лагеря отдыха дневного пребывания были направлены дети из многодетных, малообеспеченных, асоциальных семей, а также дети группы РИСК, находящиеся на учетах в органах учреждениях системы профилактики. Особое внимание на летних каникулах уделялось детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Досуг организовали более чем для двух тысяч школьников из этой категории. 155 детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнули в Крыму. 47 сирот получили путевки в оздоровительные лагеря Краснодарского края и Подмосковье. Прогулки по тонкому льду смертельно опасны. Эту истину, кажется, знают все, но заботятся о своей безопасности спешат немногие. Замерзшая водная гладь как магнит притягивает любителей отдыха на свежем воздухе. Вспомнить о правилах поведения на водоемах беспечных люберчан призывают спасатели. Малаховское озеро гостям в ноябре не рада. Выход на лед запрещен, предупреждают прохожих с табличек. К совету прислушиваются не все. В подмерзшем водоеме местные жители видят огромный каток и спешат переобуться в коньки. Такая беспечность доводит люберчан до свода к происшествии. Тонкий лед ежегодно уносит жизни. Чаще всего гибнут дети, которые остаются без присмотра родителей, которые гуляют около замерзших водоемов. Дети выходят на лед из любопытства, но в беседах о правилах поведения на водоемах нуждаются и те, кто постарше. Так ценители подлёдной рыбалки осознанно подвергают себя опасности в погоне за уловом. Компанию на неокрепшем льде им составляют искатели приключений под градусом. Причиной гибели людей может быть безответственное поведение, состояние алкогольного опьянения. У людей притупляется реакция, и они могут неадекватно реагировать на чрезвычайные ситуации. Выбраться из воды, конечно, можно, но гораздо проще не дать себе в неё угодить. Достаточно запомнить главное правило – не выходить на неокрепший ноябрьский лёд. Безопасно считается корка не тоньше 10 сантиметров. Как предотвратить чрезвычайные ситуации в период подготовки и проведения новогодних праздников? Этот вопрос обсудили в администрации. Представители различных ведомств и структур отчитались перед главой о своей готовности к возможным нештатным случаям. Обеспечение пожарной безопасности в новогодний период – один из главных аспектов. Так, отдел надзорной деятельности проведёт внеплановые проверки объектов праздничных мероприятий. Кроме того, люберецкие пожарные будут дежурить во время проведения гуляний и начнут работать в усиленном режиме. 19 ноября проведены тренировочные занятия по эвакуации людей на объекты с массовым пребыванием людей в городском округе Люберца. В данном мероприятии было задействовано 184 объекта. Учитывая, что десятки людей получают травмы в вечер при запуске пиротехники, при этом тяга населения к салютам и фейерверкам не ослабевает, необходимо обратить внимание на состояние объектов, хранящих и реализующих пиротехническую продукцию. Кроме того, спасатели позаботятся о безопасности населения на водных объектах. Усиление к праздничным мероприятиям ждёт и диспетчерские службы, а также аварийные бригады городского округа. Этому блоку работы власти уделят особое внимание. Налоговая служба открыла охоту на неплатильщиков. Должников инспекторы и судебные приставы искали среди люберецких автовладельцев. По взмаху жезла водители парковали машины на обочине Егоревского шоссе, чтобы доказать свою налогопослушность. Паспортные данные, как пропуск в базу данных ФНС. Налоговая история каждого плательщика здесь как на ладони. Инспектору достаточно пары минут, чтобы проверить, кто и сколько недоплатил государству. Информация о задолженности нередко становится сюрпризом для налогоплательщиков. Очень удивительно, что мне выписали, потому что у меня даже в Забербанке все оплачено именно вовремя. Из фургона судебных приставов неплательщики выходили с квитанцией на оплату долга. С его погашением лучше не затягивать, иначе сумма начнет расти. За просрочку начислят пени. Совсем не сладко придется тем, чья сумма долга вырастет в число с четырьмя нулями. Если, допустим, задолженность у налогоплательщика по налогам свыше 30 тысяч рублей, то вообще налогоплательщикам запрет выезда границы. Налоговая служба напоминает люберчанам об ответственности и советует заранее позаботиться о своей репутации. К концу подходит налоговый период 2019 года. До 2 декабря нужно оплатить налог на имущество. Для Люберецкой областной больницы этот год оказался урожайным на новое оборудование. По госпрограмме здравоохранения Подмосковья в стационарное отделение поступила очередная партия современной аппаратуры. Возможности медицинской техники врачи оценили вместе с нашей съемочной группой. Качество изображения очень хорошее. Качество лучше быть не может. Разрешение камеры этого аппарата – Full HD. На сегодняшний день это максимальная четкость изображения. Мечта оперирующего хирурга. Видеостойка артероскопическая для проведения артероскопических операций, которая позволяет проводить операции как на малые, так и на большие суставы. Татьяна Данилюк – одна из первых, кому предстоит опираться на новом оборудовании. Женщина уже 10 лет мучает артеросколенного сустава. Нет движения, ограничено движение. Два дня положили в больницу и на третий день будут оперировать. Доктор зашел и сказал, что американское оборудование, я первооткрыватель, обещала, что бегать будем. «Умная машина» не только повышает качество оказания медицинской помощи, но и вдвое сокращает время пребывания пациента на операционном столе. Преимущество также заключается в том, что здесь двухпоточная помпа, что увеличивает круг оказания медицинской помощи при различных патологиях опорно-двигательного аппарата. Люберецкая областная больница получила два таких аппарата. Копилка медучреждения пополнилась еще двумя стойками для видеолапароскопических операций. Одна из них находится в стационарном отделении номер один. «Более четко становится реализация тканей, артерий, плюс лимфоузлы, которые онкологи часто используют». Новая техника уже успела показать, на что она способна. Через два часа после операции пациенты встают на ноги и буквально готовы отправиться домой. «После операции я удивлен, у меня ничего, можно сказать, ничего даже не болит. Я даже обезболивающие не делал. Хожу, встаю, нормально все». Всего в этом году в арсенал больницы поступило 30 единиц оборудования. Это современные операционные столы, УЗИ-аппаратура и высокотехнологичные приборы. «Еще могу похвастаться, что, наверное, не каждая больница в Московской области получила. Это новый лазерный нож для хирургии в урологии». До конца этого года от Министерства здравоохранения поступит еще 10 единиц медицинской техники. В новой партии будут инструменты, необходимые в работе анестезиологов, кардиологов и пульмонологов. 110 лет назад родился легендарный советский авиаконструктор Михаил Миль. Он подарил миру самые безопасные грузоподъемные и скоростные винтокрылые машины марки «Ми». По сей день их строят в цехах Московского вертолетного завода, который в день рождения конструктора на время стал концертным залом. «По ущельям и вершинам с линтокрылою машиной пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миленький». Чтобы сказать спасибо отцу советского авиастроения, в зале Московского вертолетного завода собралось несколько поколений конструкторов. От начинающих специалистов до ветеранов вертолетостроения. Гости праздника – обладатели бесценного наследства, которое завещал Михаил Миль. «Он разработал не только принципы, по которым создавались вертолеты, не единичные из ЭПР, а целые типоряды вертолетов всех классов. Создал философию вертолетостроения, которая вдохотворила деятельность коллектива МЗ много лет вперед». О творениях советского авиаконструктора без приставки самые не говорят. Вертолеты Миля – самые безопасные, грузоподъемные, скоростные и универсальные в мире. Наброски, которые ложились в основу чертежей, Михаил Леонтьевич часами создавал за своим рабочим столом. Сегодня это ценный экспонат Музея Московского вертолетного завода. «Вот это подлинная лампа, это вот тот самый численник, который был за столом его, и рисунки». Дочь конструктора Надежда Миля объединила и сохранила воспоминания об отце в экспонатах музея. Его стены украшают натюрморты. Михаил Миль хорошо рисовал. Не менее талантливо играл на фортепиано. Очень любил лунную сонату Бетховена. А пианино – это трофейный экземпляр, который ему был подарен, как лучшему сотруднику ЦАГИ. И вот ему вручили талон на трофейное пианино, немецкое пианино. Чаще клавиш инструмента Михаил Миль все же прикасался к чертежам. Создать вертолет нужной людям – мечта конструктора, которую он воплотил в своих винтокрылых машинах. Ми-8 получил мировой статус самого безопасного и распространенного вертолета. В-12 поставил абсолютный рекорд грузоподъемности. Он принял на борт более 40 тонн. Он воплотил свои мечты. Вы знаете, он оставил коллектив, он оставил научную школу. И после его ухода из жизни они продолжали упорно и успешно работать. После смерти Михаила Миля в воздух поднялись Ми-26, Ми-28, Ми-34 и Ми-38. Машины, сконструированные учениками и последователями конструктора, рекорды которого пока не удалось побить никому в мире. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. 90 лет исполнилась жительнице Тамилиной Екатерине Анисимовой. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 11 лет. Она помогала маме вести хозяйство и кормить семью. Свой юбилей долгожительница провела за столом в кругу семьи. Поздравил Екатерину Ивановну и глава округа Владимир Ружицкий. Звон фарфорового сервиза и ароматы свежей выпечки встретили гостей торжества. Семья подготовила большой праздник для любимой бабушки. В день рождения Екатерина Ивановна принимала поздравления от близких. И чего совсем не ждала, так это визита Владимира Ружицкого. Здравствуйте, дорогая Екатерина Ивановна. Это вот такие вам цветы, вам здоровья, конечно. Спасибо, спасибо. Ну дай бог, конечно, вы уже в таком хорошем возрасте. Письмо из Кремля от губернатора Московской области и полезные для хозяйки подарки принесли почетные гости в честь 90-летия. Екатерина Ивановна – хранительница очага. С мужем прожила 50 лет, воспитала двоих детей и столько же внуков. Екатерина Ивановна точно знает, как прожить долгую, а главное – счастливую жизнь. Все вместе, как-то друг-друг, ну и поспорят, и все, и делают. А так опять все вместе. Чего делать? Опять все вместе. И сын, и сноха, и зять. Праздники. Я пироги пекла. Всегда. Вот. И сейчас вот я не могу. Семья с Екатериной Анисимовой всегда рядом. Когда-то бабушка каждый день радовала домашних своей стрепнёй. Сегодня её кулинарным рецептом учатся даже зять. А секреты гостеприимства перенимают все её родные. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Магазин, которому невозможно отказать. В посёлке Тамилино открылся супермаркет «Да». Он приглашает за покупками экономичных ценителей товаров высокого качества. Вместе с люберчанами предложение изучить ассортимент магазина приняла и Дарья Борисова. Супермаркет «Да» создан угождать. На каждый гастрономический каприз здесь найдётся аппетитное предложение. Охлаждённое мясо, колбасы, молочная продукция, овощи и фрукты попадают на прилавки ежедневно. Ещё свежее выпечка. В продуктовые корзины покупателей она отправляется из собственной пекарни супермаркета каждые 4 часа. За тёплыми французскими багетами, круассанами, пончиками и итальянской чиабатой с оливками выстраиваются очереди. Беру булочки для себя и своих коллег. На самом деле очень нравится именно в дах хлеб. Именно вначале хлеб очень вкусный получается. Булочки пока первый раз пробую. Думаю, тоже будут классными. Супермаркет «Да» накормит, как в лучших домах и не ударит по карману. Покупателей приятно удивят акции и скидки. Выгодные предложения магазин готовит еженедельно. Магазины «Да» предлагают нашим покупателям новый формат дискаунтера, который гарантирует для них лучшее соотношение цены и качества. Достигается это благодаря применению лучших технологий и новых бизнес-процессов, зарекомендовавших себя на рынках Европы. «Да» сэкономит не только деньги, но и время. Поможет наполнить холодильник и полки для хозяйственных мелочей. Здесь можно купить товары для дома, бытовую химию и косметику. Все новое, все чистое. Ассортимент, смотрю, очень большой. Будем ездить. Нравятся цены доступные. Всегда есть какой-то выбор продуктов, которые отвечают качеству. Мы очень рады открытью магазина. Тем более недалеко от нас. Мы живем в Красково, проезжаем мимо. Будем заезжать только к вам. Супермаркет «Да» ждет всех ежедневно с 8 утра до 10 вечера в Томилине на улице Гаршина. Сделать выгодные покупки можно и в Люберцах. «Да» работает по адресам Октябрьский проспект, 409А, улица Инициативное строение, 2Б, Новорязанское шоссе, 1А и улица Комсомольская, дом 21. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Четыре сотни спортсменов встретились на открытом первенстве по тэквондо. Турнир организовал спортивный клуб «Дангун». Для начинающих это возможность сделать свои первые шаги на татами. Для опытных спортсменов набраться опыта перед всероссийскими международными соревнованиями. Победа в спарринге. Еще одна медаль в копилке бронзового призера России. Даниил Журавлев лидировал благодаря упорству. Шесть лет регулярных занятий в зале тэквондо научили мальчика никогда не останавливаться на достигнутом. Как на татами, так и в жизни. Было нелегко. Соперник был сильный. Но я его победила. Моя мечта – стать чемпионом мира по тэквондо. И я для этого хорошо занимаюсь и стараюсь на соревнованиях и на тренировках. «Дангун» – это клуб с почти 30-летней историей. В Люберцах открыто 10 филиалов, в которых занимаются 450 воспитанников от самых юных до взрослых спортсменов. Их наставники – инструкторы Международной Федерации Тэквондо, мастера спорта и обладатели черных поясов, для которых в первую очередь важно воспитать спортсменов и только потом взрасти чемпионов. Каждое соревнование, когда я слышу слова благодарности, я им всегда говорю, что вы в первую очередь скажите своему ребенку спасибо, потому что он работает над собой. Это первое. Во вторую очередь нужно слова благодарности вам сказать, как родителям, потому что вы неравнодушны к своему ребенку. С каждым годом масштаб соревнований растет. В этот раз свои силы на турнире попробовали более 400 спортсменов. Это тэквондисты из всех отделений «Дангуна» и гости из пяти московских клубов. Они показали навыки в различных дисциплинах тэквондо. Лучшие в своих категориях получили медали разного ранга и дипломы участников. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Кульбиты, рандады и прыжки. Все это увидели зрители открытого первенства округа по чирлидингу, который прошел во дворце спорта «Триумф». На соревнованиях выступили более 700 спортсменов из 13 городов столичного региона. Старик! Волкер! Старик! Волкер! Красный, черный, золотой! Громко, четко, слаженно. Так достигают вершины чирлидеры. Дикие коты из Октябрьского – победители всероссийских соревнований. Изюминка команды. Ловкий флайер «Данил» его так затянул чирспорт, что он готов проводить все свободное время в окружении девчонок. Для меня это как родная семья. Они меня всегда поддержат и успокоят. Мы все в школе учимся, мы очень хорошо дружим, можем друг за друга постоять. Чирлидинг объединяет и учит ребят командной работе. Разносторонний спорт не дает ребятам соскучиться. Все собрал в себе – акробатику, гимнастику и танцы. Кроме того, черлидинг уже в шаге от того, чтобы стать олимпийским видом спорта. Направление стремительно развивается, в первую очередь, из-за неподдельного интереса юных дарований. Выбор является законодателем данного вида спорта на всей территории Московской области. Благодаря нашему президенту, нашему федерации. Спасибо. И в скором будущем я уверен, что из тех, кто сегодня присутствует здесь, войдут в состав сборной команды «Россия», а впоследствии в сборную олимпийскую нашей страны. Программа соревнований выдалась насыщенной. 700 спортсменов со всего Подмосковья выступили по всем 12 направлениям черлидинга. Поделили участников первенства и на возрастные группы. Самым младшим – 3 года, старшим – около 30. Всего 130 номеров предстояло оценить членам жюри. Один спортсмен может выйти в нескольких дисциплинах, в командном зачете, в индивидуальном. В двойках по протоколам у нас 10 пунктов, критериев, по которым оценивают судьи, среди которых гибкость, пластичность, техническое исполнение элементов, синхронность. Самых способных и сильных черлидеров наградили кубками, дипломами и ценными подарками. Кроме того, по итогам турнира члены жюри отобрали претендентов на получение спортивных разрядов и тех, кто поучаствует во всероссийских соревнованиях. На этом выпуск завершен. Больше подробностей на нашем сайте. До свидания.